Там Все свои тайны скрывают земли. Здесь эхом слышится мощь всей земли, Колокольно-кандальные песни любви. Золотые разломы и смешение век. Здесь вокруг чудеса и другой человек. Это Сибирь, золотая Сибирь, Бесприютная тарь и бескрайняя ты. Это боль и любовь, запретельная русь. Это Сибирь, моя радость, моя радость и грусть. А среди буреломов с душою больной, Опьяненный любовью и болью земной. Погоди, отрези и свой путь выбирай. Здесь врата открываются в ад или рай. Это Сибирь, золотая Сибирь, Бесприютная тарь и бескрайняя жизнь. Это боль и любовь, запретельная русь. Это Сибирь, моя радость и грусть. Там, где время летит не спеша, Не считай версту за верстой, Убивая с огонь и душа, Наслаждаясь безумной красой. Не спеша, не спеша, Лесту за верстой, Бесприютная тарь и бескрайняя жизнь. Это Сибирь, это наша семья, Это русская тарь, это русская жизнь. Золотая Сибирь, запретельная русь. Это Сибирь, моя радость и грусть. Аплодисменты студию должны сейчас посыпаться. Недаром говорят у нас на Руси, Вот прям, чтобы душа свернулась и развернулась. Вот это оно, вот это тот самый катарсис, Который произошел сейчас со мной здесь за кадром. Хорошо, что вы меня не видели. Я чуть не проследился, честное слово. Прям это было очень классно. Красноярский фольклорный театр «Лада в день» и автор проекта «Лада в день». Клара Палухина у нас сегодня в гостях. Легендарный, без преувеличения, коллектив. Очень крутые ребята. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Мы очень рады вашему приходу в нашу студию. Расскажите. У меня вот один вопрос, связанный. У нас мы немножечко в преддверии Дня народного единства. И у меня был такой вопрос, Как работает русская песня так, чтобы вот это вот все вот отсюда где-то поднялось и прям вот эта энергия пошла? Либо проще скажу, в чем магия русской песни? Ну, вопрос абсолютно правильный, на мой взгляд. Потому что, ну, вот изучая традиции и других народов, в том числе фольклорные, да, можно сказать, что русская песня, она обладает, да, определенной силой, она исцеляет. И у нее есть исцеляющий эффект. Вообще, вы знаете, были такие на Руси афеней, потомки скоморохов. Они вообще пение называли духовным пением, потому что считали, что поет в человеке все-таки душа. Ну, а как известно, душа – это создание Божье, да, и, конечно, душа должна петь исключительно позитивно, положительно. Поэтому, ну, русская песня, она несет, конечно, положительную энергетику однозначно. А эмоциональный настрой вот при подготовке к концерту? Возможно, у вас какие-то аутотренинги происходят в коллективе? Каким-то образом вы настраиваетесь на этот позитивный настрой? Как это происходит? Нет, ну, есть система распевания, предположим, да, определенная. Есть психологический настрой. У нас в коллективе работает такая позитивная диктатура. У нас очень много смеха, очень много юмора, но когда дело серьезное, да, оно требует профессионализма, и это наше кредо. То есть, несмотря на то, в какие мы перипетии попадаем, там, у нас люди ходят иногда, уходят, приходят новые, мы стараемся держать вот эту марку профессиональную. Не только внешне мы стараемся хорошо выглядеть, но и глобально. Говоря о профессионализме, мы знаем, что у вас довольно глобальные планы на будущее. Расскажите нам о них. Да, спасибо. У нас всегда глобальные планы. Нам уже 16 лет, и они у нас изначально были глобальными. Но, видимо, я надеюсь, дай Бог сказать в нужную минуту, да, чтобы слова не просто улетели, а не имели силу какую-то. Сейчас получилось так, что мы поменяли дом, мы перешли во дворец Турда и Согласия, куда нас любезно пригласила Виктория Игоревна Елизова. Она была директором Дома офицеров, и мы базировались как бы там. Но масштабы того учреждения, они не совсем большие. Здесь, конечно, огромные пространства. Начнем с этого. И у меня три года назад даже больше, наверное, созрела идея вообще театра национальных культур. И проект я придумала, который называется «Сибирь бескрайняя». То есть он... Его идея состоит в том, чтобы объединить на этой огромной нашей территории, хотя бы возьмем Красноярский край, да, не будем там Сибирь, масштабы России и так далее, они огромные. Хотя бы Красноярский край, здесь проживает очень много народов, да, каждый чтит свою традицию. И как раз Дворец культуры — это то место сосредоточения многих-многих национальностей, диаспор в том числе, да. И вот этот коллектив «Лада в день». Мы сейчас будем пробовать, надеюсь, успешно, потому что мы уже пользуемся помощью хотя бы нашего директора. Будем реализовывать этот проект. То есть это будет, я скажу, немножко, то есть загляну в будущее. То есть это не только какие-то отдельные номера, там, отдельные диаспоры, отдельные национальности. Это будет в единой концепции все. То есть мы начнем там театр-мод, это будет гастрономия, то есть кухня, это будут детские студии, кстати. Я хотела сказать, а детские студии можно огромное количество. Можно бесконечно, да. И хотела сказать и позвать малышей, мы давно хотели сделать свою студию, свой детский театр фольклора. Вот. У нас как-то никак не получалось из-за пространства. Сейчас этот момент истины настал. Мы назвали его «Ватрушки». Это такая детская студия-театр, которой буду руководить я, мне будут помогать, конечно, мои коллеги, ребята. То есть это постановка голоса, это режиссура номеров, это актерское мастерство, хореография. Поэтому я всех приглашаю, деточек. Разрешите, я вас перебью. У вас невероятно красивые костюмы. Спасибо вам огромное за то, что вы такую долю внимания уделяете внешнему виду, потому что это выглядит действительно очень круто. Спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был красноярский фольклорный театр «Лада в день» и автор проекта Клара Полухина. Зарядили нас исконно русской песней, и нам от этого стало хорошо. Спасибо вам огромное. У меня до сих пор за речи. Как захватило, так и не перехватило. Я молчал, смотрел и любовался на вас. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости.